Я пригласил Вас выслушать информацию о работе, об ассоциации, о проделанной работе, во-первых, и о планах на ближайшую перспективу. Узнали, что буквально недавно несколько совещаний прошло. Пожалуйста, поподробнее расскажите, пожалуйста. Хорошо. Ну, в первую очередь, Арсен Младович, я хотел бы Вас поблагодарить, что Вы нашли время, меня принять для доклада. Во-вторых, я хотел бы Вас поздравить о продлении полномочий Ваших на должности представителя Совета Ассоциации. Ваши коллеги с Южного федерального округа полностью поддержали Вашу комбинацию, проголосовали все «за». Я Вас поздравляю. Так что, я думаю, что мы будем работать на благо Южного федерального округа. Так что, еще раз большое спасибо. Ну, что касается 2018 года, я хочу отметить, что у нас за 2018 год прошло всего 79 мероприятий. Это и совместное заседание Совета при полномочии представителей президента, 11 заседаний коррекционных советов по разным направлениям, два заседания трехсторонней комиссии, фестивали, форумы, спартакиады. И хотелось бы отметить, что в этом году, в 2018 году, мы с Вами, когда разговаривали о планах 2018 года, мы говорили о проведении первой спартакиады для работников физической культуры. Мы ее провели в Майкопе. И, немножко замеряя в планы, мы планируем, если Вы дадите согласие, как мы с Вами разговаривали, что в этом году такая спартакиада, вторая спартакиада пройдет в Листе, в Вашем прекрасном спортивном комплексе, где-то приблизительно в апреле месяце. Да, у нас это в планах стоит. Коллеги знают об этом в Калмаке, так что мы готовы. Что касается, также вот по поручению полномочного представителя президента, у нас было рассмотрено 31 обращение. Все обращения были рассмотрены и направлены, что мы их исполнили полпредства. Так что вроде бы вопросов, нареканий вопросов у нас нет. Также я хочу сказать, что мы, как я уже говорил, уже третий срок у нас, продление полномочия было принято на третий срок. И вот мы сделали небольшую статистику о работе до Вашего прихода, но вот и как бы сейчас. И у нас получается положительная тенденция, получается рост. То есть если в 2016-2017 году у нас было проведено 9 коррекционных советов, то на сегодняшний момент, в 2018 году у нас было 11 коррекционных советов. Но это касается тех, которые мы возобновили, и тех, которые новые. То есть мы не проводим один совет два раза в год. Мы что-то каждый год, что-то внедряем. Опять же, в прошлом году у нас был совет по промышленности. Опять же, забегая в планы, вот у нас, мы с вами тоже разговаривали, мы хотим провести совет по науке и образованию, и это мы планируем провести в Ростове его, и по виноградовству и виноделии в Краснодарском крае. Ну, я думаю, что мы справимся. Так что тенденция есть, и мы стремимся. Вот первая спартакиада для работников физической культуры прошла. Те, которые советуют у нас проходят, мы поддерживаем. Уже восьмая спартакиада для работников в бюджетной сфере, я имею в виду финансовых органов у нас проводится в Армавире каждый год. У нас ведь с вами в планах на этот год, по-моему, во втором полугодии, летом, запланирована ассоциация с присутствием глав регионов, входящих в ассоциацию. Да, запланирована. Ну, Александр, вы же пока знаете, что глав регионов очень тяжело собрать. График, конечно же, корректируем. Да, с полпринципа мы это корректируем, мы соберем обязательно. Я думаю, это было бы правильно сделать при участии полномочного представителя в каком-то из регионов. Либо в столице округа в Ростове, либо в каком-то из округов. Подумайте над этим. А что касается график коллег, я имею в виду губернатор, глав регионов, то этот вопрос мы отдельно в рабочем порядке обсудим. Ну, я думаю, что на...